Дорогие друзья, я надеюсь, что у вас также хорошее настроение, и вы настроились на то, чтобы изучать Евангелие от Марка. Я вижу ваши жаркие комментарии, ответы на вопросы, лайки. Спасибо вам большое. Видно, что тема вас интересует. Вы продолжаете вникать в нее. Я прошу вас, не сдавайтесь, потому что мы вместе должны докопаться до истины. И давайте попросим Божьего благословения, чтобы сегодня мы могли быть вводимы Духом Божиим в размышления над Его Словом. Дорогой Божий, спасибо тебе за то, что мы имеем сегодня вновь возможность изучать Слово Твое, вновь углубляться в Него, вновь найти для себя практическое применение тех истин, которые ты оставил нам в своем описании. Поэтому сейчас будь с нами, открой наш разум, наши умы, для того, чтобы мы услышали то, что ты хочешь нам сегодня сказать. Аминь. 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 Сегодня у нас по сравнению с прошлыми темами чуть-чуть попроще задача, потому что всего лишь одна глава. Но зато какая это глава? Прежде чем мы начнем ее читать, я хочу вас уточнить. Так, Денис, сколько лет ты женат у нас? Полтора года. Так, так, ты уточни, на всякий случай, Вероники Томисомерской. Илона? Я 10 лет уже замужем. 10 лет? Угу. А я 5 лет. Ну, я уже 21. То есть, в принципе, с вами можно обсуждать эту тему. Потому что сегодняшний наш первый отрывок, он будет касаться брачных отношений, и даже не столько брачных отношений, как развода или распада этих брачных отношений. Я предлагаю, чтобы мы начали размышлять над этой историей, и давайте прочтем первые два текста. Покинув Галилею, он отправился в края иудейские из-за Иордан. Снова вокруг него собирались толпы людей, и он снова, как обычно, учил их. Пришли к Иисусу некоторые из фарисеев, и, желая поймать его на слове, спросили, разрешается ли человеку разводиться со своей женой? Вот, пожалуйста, опять наши хорошо нам известные друзья, уже как-то без них даже мы начинаем чуть скучать, на неделе фарисей, они приходят к Иисусу, смотрите, где Иисус находится. Библейский текст говорит нам, что он учит где-то за Иорданом, да? Вот. И они приходят с одной простой целью к Иисусу. Написано, они желают его поймать на слове. И вот задают вопрос. В общем-то, обычный жизненный вопрос. Я уверен, что если вы сегодня забьете в гугле, то очень много людей, которые называют себя христианами, или, может быть, даже представителями любых других религиозных групп, они ищут вопрос, ответ на этот вопрос. А вообще-то, можно ли человеку разводиться со своей женой? У меня другой вопрос. Зачем? Так, Денис. Все, мы уже повелись на вот эту вилочку фарисеев. Мы уже купились. Они задали вопрос, чтобы поймать. Все, мы уже в их сетях. Мы уже варимся в этой теме. А куда деваться? Нам надо найти ответ на этот вопрос. Интересные вот эти детали, что вы помните, что за Иорданом учил и крестил Иоанн Креститель. И вы помните, из-за чего Иоанн Креститель пострадал? Да, потому что Ирод был женат на жене своего брата. Да, да, на Иродиане. Жене своего брата. Вы понимаете, и Иоанн Креститель что сделал? Может быть, она была вдова? Нет, она не была вдова. История говорит нам о том, что она развелась со своим мужем и вступила в брак с Иродом. Типа из-за Ирода она его оставила? Да, да, да. А разве женщины имели право разводиться? О, это еще один интересный момент, пока мы этот вопрос составим, потому что мы к нему подойдем чуть позже. Да, но вы помните, что сделал Иоанн Креститель? Он что сделал? Он что сделал? Вначале он. Он слух произнес то, что Ирод бы слушать не хотел. Что же он такое произнес? Что же он такое произнес? Грех. Грех что? Разводиться. Что их брак? Не действительно. Был грехом. Что их брак был прелюбодеянием. И за это поплатился своей жизнью. То есть он решил пойти до конца, оставить принципы Божьей, поплатился своей жизнью. Теперь Иисус находится в области, там где правит Ирод, да, он находится в его власти, да, и ему задают такой же, такой провокационный вопрос. Для того, чтобы с Иисусом. Они специально задают его с подтекстом, вы понимаете, что значит, если Ирод царь, который находится на троне и незаконно занимает это положение, потому что он женат неправильно, да, вот, и тут появляется Мессия, которого все желают будущим сделать царем. И этому Мессии задают вопрос. А скажите, пожалуйста, вот тот царь, который сейчас на этой территории плавит, он вообще как бы законный или незаконный? Иисус понимает под оплеку, да? Это не просто провокационный вопрос, это политический вопрос, это вопрос, который может стоить жизни. Давайте посмотрим, как Иисус отвечает. А он их спросил, что заповедал вам Моисей? Они же сказали, Моисей позволил разводиться, давая жене разводное письмо. Но Иисус сказал им, из-за упрямства вашего написал он для вас эту заповедь. Но в начале при сотворении Бог мужчиной и женщиной создал их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и к жене своей прилепится. И станут двое плотью одной. Итак, их уже не двое, они одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает. Вот интересный ответ Иисус дает. Что вы поняли из этого ответа? Как по-вашему, все-таки, какое отношение у Иисуса к разводу? Отрицательное. Но он допускает то, что Моисей все равно написал такой закон. Да, то есть он согласен с тем, что есть разводные письма, и что это Моисей дал. Но он объясняет, почему он это дал. Потому что жесткие сердца у вас были, и Моисею пришлось отдавать. Но жесткие сердца, как вы это понимаете? Что значит, мужья жестокосердие не любили жен, и из-за этого приходилось женам уходить. Или отпускать этих жен. От бесчувственности, от огрубелости ваших сердец. Смотрите, Моисей это дает им когда повеление? Когда они уже в пустыне, да? А Иисус ссылается на бытие, это вторая глава еще когда, до грехопадения, совершенный мир. Иисус говорит, вообще-то Бог изначально запланировал так. Но прошло время, в контексте этой греховной истории, земной истории, получилось так, что вы уже, в принципе-то, и разводились. И Моисей лишь только это упорядочил, чтобы с точки зрения социальной, значит, женщина была защищена. Чтобы, по крайней мере, она не... Вы понимаете, это Восток, да? Женщина без мужчины ничего не значит. Он ее господин, он обязан о ней заботиться, финансово обеспечивать. Если она, мужчина от нее избавляется, то кто? Как она выживает в этом обществе? И Иисус им говорит, вообще-то из-за вашего бессердечия такого, да? Моисей дал этот закон, чтобы прописать хоть как-то правило, как оно должно все быть обустроено. Но изначально так не было. То есть Иисус сразу показывает, что был какой-то идеал, да? И он хотел бы, чтобы мы все все равно стремились к этому идеалу. И в других местах, и апостол Павел, и Иисус в других Евангелиях будет говорить о том, что важно все-таки следовать этому принципу, что Бог сочетал, а то человек да не разлучает. И говорит, ну, есть только одна причина, прелюбодеяние. Но даже говорит иногда, но если можешь простить, то оставайся все равно в браке. Не часто это происходит, но Иисус как бы показывает, говорит, в моем царстве это возможно, что люди будут стремиться к тому, чтобы сохранить брак. Мне кажется, здесь важно, да? Мы в прошлом уроке об этом говорили, о противопоставлении двух царств. Здесь то же самое. То есть в изначальном царстве был вот такой закон. В царстве, которое сейчас, есть вот такой закон. В каком царстве вы хотите жить? По каким законам вы хотите жить? Да, вы можете, будучи здесь, вы можете действовать по вот этому закону, да? Но если вы хотите и стремитесь все-таки к небесному царству, хотя бы постарайтесь жить по этим законам. Да, мы понимаем, что вообще ко времени Иисуса Христа, когда вот эта дискуссия происходит, уже есть несколько школ. Есть школа Гелелия, школа Шамая, и одна из них чуть-чуть более такие консервативные правила по разводу устанавливает, но все равно как бы это возможно и допустимо. Другая вообще очень либеральная, когда тебе не понравилось, как, например, жена приготовила суп, и ты имеешь право и дать разводное письмо. И Иисус видит, да, какие перекосы уже в обществе происходят, что происходит. И женщина вообще как бы там не имеет никаких прав, мужчина по любому поводу может от нее избавиться. И Иисус этому не рад, да? И интересно, что, в общем-то, Иисус как-то так вроде отвечает на вопрос и не отвечает. Но нам этот Марк интересно показывает, что еще будет состояться и тайная беседа по этому вопросу. А ну давайте прочитаем с вами 10 по 12 текст, потому что тайное, оно всегда интересно, то, что не при всех говорилось. А в доме ученики вновь спросили его об этом. Он сказал им, кто разводится с женой своей и на другой женится, тот прелюбодействует. И если женщина, разведясь с мужем, выходит замуж за другого, она прелюбодействует. Вот это ответ на тот вопрос, который Илона задала. А разве женщина вообще могла разводиться? Нет, она не могла. Никоим образом она не имела на это права. Но 12 текст говорит, он говорит, а если женщина разводится, и он делает прямую, скажем так, аллюзию на жену Ирода, которая развелась со своим мужем для того, чтобы стать женой царя. И он говорит, если эта женщина проявляет инициативу, она разводится, то она прелюбодействует. А в начале текста он говорит, если мужчина проявляет инициативу и разводится с женой, то он что начинает делать? Он начинает прелюбодействовать. То есть мы видим, Иисус расширяет некие границы и добавляет вот эти принципы. Скажем так, виновная и невиновная сторона в работе, в разводе. То есть инициатор и тот человек, который не инициировал эту вещь. И мы видим с вами, что тот, кто является инициатором, если он инициирует этот развод и после этого вступает в брак с другим человеком, он является прелюбодеем. И как раз таки Иисус говорит ученикам, вы понимаете, что Иоанн был прав, Иоанн Креститель. То, что сделала Иродиада с Иродом, это прелюбодеяние. Это не Богом благословенный союз. Это не то, чего Бог хотел. Но он не сказал это громко. Да. Он не сказал это громко, потому что он понимал, что действительно его ждёт смерть, но его совсем другая смерть должна была ждать. И у него был другой путь. Поэтому он это сказал, объяснил это ученикам, но не поддался на вот эту уловку парисеев. Не сказал это вслух громко. Тут это объяснение, я думаю, что оно не универсальное, скажем так, Иисуса. Уже даже то ли первый ответ, то ли второй ответ. Сложно как-то подставлять этот ответ под любую ситуацию в жизни. Потому что мы же понимаем, что он отвечает, держа эту идею с Иродом. Там же осознанно было. То есть человек развёлся, в случае жена развелась, потому что она искала выгоду. Она хотела быть цариством, выйти замуж за царя. И поэтому она и развелась. И поэтому Иисус тоже так отвечает, что вот, она плохо сделала, потому что она это всё делает из-за выгоды себе. У человека я на первом месте, это его я. А не, как мы понимаем, идеал супружеской жизни, это семья, это я живу для другого человека, мне это нравится, я это хочу. И тот человек живёт для меня. И нам это нравится. Ну, то есть ему тоже это нравится. А не создавать... То есть этот брак не был создан для того, чтобы мои интересы сейчас были на первом месте, и чтобы я получал какие-то бенефиты себе. Ну вот что должны... Вот, например, эта пара, да, они поняли, что они сделали грех и хотят покаяться. Что они теперь должны сделать, чтобы вернуть назад отношения с Богом? Иродиады? Назар, Тенис, как хорошо, что Иисус не ответил на этот вопрос. Понял. Да, мне кажется, что это очень сложный богословский, этический вопрос, на который нам лучше сейчас не тратить наше время, потому что мы можем долго и долго копаться в этом. Ну, в общем-то, Иисус как бы и говорит, что вообще... Не ступайте на этот путь, чтобы не нужно было искать дорогу назад. Потому что на тот текст, который Иисус им цитирует из Второзакония, там написано, что вот если бы вот эта жена возвратилась к первому мужу, он уже не имел бы права ее принять. Вот, то есть не все так просто. Поэтому он говорит, что вам не надо. Вот вы живете, если нет причины прелюбодеяния, будет добавлено в другом Евангелии, живите вместе. Если есть эта причина, вы можете разорвать отношения, но если возможно, будете про это простить. То есть вернитесь к тому идеалу, который был изначально в Эдемском саду. Да, видишь, мы уходим в глубину, начиная разбирать вот эту штуку, а тут изначально, как мы только прочитали, фарисеи не просто так задали этот вопрос, потому что это можно года размышлять и разбирать, кто прав, кто не прав. И еще всякие приписания дописывать до этих правил, которые существуют. Поэтому они именно целенаправленно задали этот вопрос, чтобы его словить. И вот когда мы начинаем это рассуждать и углубляться чем глубже и глубже, не ловимся ли мы на вот эту фарисейскую штуку? Поэтому да, я думаю, что нам нужно заметить, что вот это было для того, чтобы его поймать. Потому что как бы он не отвечал, у них будет какая-то зацепка, чтобы все-таки его в чем-то обвинить, взять, что-то не так ответил, а ты не так сказал, а там надо было бы вот так. И тут мы же не Иисус, нам еще сложнее разбирать эти вопросы. Поэтому да, тут надо быть осторожным. Однозначно, что мы видим в этом отрывке, это то, что Иисус выступает максимально за сохранность брачного союза. Он говорит, это преимущество, это то, что дал Господь вам. И если вы создали этот союз, то, пожалуйста, не стремитесь к тому, ну мы же видим контекст того времени, к тому, чтобы выискивать своей жене недостатки какие-то, потому что они будут в любой женщине. Старайтесь как бы, Назар, кто употребил слово современное, по любви, по все остальное, очень часто это было как бы, ну не то, что не зря назначать на расчет, а это была просто экономическая необходимость. Вот представьте, у отца там дочки, ему нужно как-то, чтобы о них заботился кто-то. Он просто договорные браки, когда вот ты идешь туда, ты идешь сюда, создавались эти семьи. Поэтому может быть наше, как бы скажем так, мышление 21 века не совсем будет туда применимо. Вот. Нужно было выживать, нужно было продвигаться через браки, да, можно было продвинуться по социальной какой-то лестнице. Вот. Ну и, конечно, мы не исключаем, что были браки по любви, иначе как же? Шихри задают еще на ночь. Все-таки сейчас мы двигаемся ближе к модели брака изначального по любви, то есть если там во времена Христа были браки не по любви, то сейчас все-таки люди женятся чаще всего по любви. Мы ближе становимся, получается? Если бы провели статистический опрос, ты можешь говорить за какие-то там развитые страны демократические, но 7 миллиардов человек живут на земле. Восемь. Восемь уже, да? Денис, сори, вчера. Я не посмотрел статистику. Вчера еще 7 было. То есть к тому, что нам сложно сказать, надо почитать какую-то статистику информацию. Я не уверен, что во многих странах что-то сильно там изменилось. Вот. Так что если ты вышла замуж по любви, а я женился по любви, то мы счастливы. А как там? Ну я надеюсь, что вы по любви. Да. Мы никому не скажем. Меня не заставляли. Я надеюсь. Тоже пасторы спрашивают всегда на венчании, по доброй ли воле ты? Там уже поздно спрашивать. В присутствии всех, да? Хорошо. Значит, видите, у нас сегодня такая семейная тематика, потому что после того, как вначале мы обсудили в первую очередь брак и развод, вот, в общем-то, мы переходим сразу к детям. Ну все, что появляется в браке, да, это дети. Это цветы жизни. С 13 по 16 текст. Что у нас там такого интересного? Принесли к нему детей, чтобы он благословил их на ученики, не пускали к нему людей с детьми. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал ученикам, пусть дети приходят ко мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Поверьте мне, кто не примет Царство Божие, как дитя, не войдет тот в него. И обняв детей и возложив на них руки, Иисус благословил их. Ну что, неужели вы и вправду думаете, чтобы нам попасть в Царство Божие, нужно стать детьми? И вообще, как вам себе эта картина? Значит, к Иисусу приносят детей, а ученики их просто не пускают. Почему? Вы видели сегодня такие церкви, в которых детей бы не пускали? Все, они же все вокруг детей. Я сегодня не пускала своего ребенка на сцену. А почему? Целое слушание не пускала. Луна, Павроведник растет, а ты? Вот я тоже думаю. Наверное, все-таки я должна прочитать этот текст и в следующий раз пустить. Мы очень по скользкой дорожке ходим сейчас. Это такие темы, рассуждения. Тут, чтобы мы не сказали, и с одной стороны нам может прилететь, и с другой стороны нас могут осудить. И так, и так скажешь. Ну, потому что, вообще, дети, это особая какая-то... Ну, с них пылинки в Америке сдувают. Да, весь день. Чего только в Америке. Вообще, особенное какое-то отношение к детям, потому что, во-первых, их нужно защищать. Они, да, особенная такая категория, которые, они сами за себя не отвечают. И за них нужно заботиться, за них. Тем самым не переломать, то есть не сломать характер, не задавить, чтобы он развивался как личность. Ну, понимаете, сколько разных мнений сейчас в мире. Но тут Иисус показывает, мне кажется, что именно открытость. Что ребенок, он такой, какой он есть. Он не лукавит, он искренний. И он показывает свои эмоции, какие у него есть. Он хочет плакать, он будет плакать, он хочет прыгать, он будет прыгать. И вот, Иисус как раз показывает, что вот такие искренние, какие дети, вот такие искренние, и будьте вы. Не лицемерьте. Я так себе, вот это себе так представляю. Не то, что, а вот он так себя хочет вести, он там, как там сказать, не знаю, как это даже правильно назвать. По-детски. Плохо себя ведет, в плане, что он капризничает, там, срывает дисциплину. Во-вторых, тоже у каждого свое понятие дисциплины. Ну, там, вот это не принято в наших кругах, а он вот это делает. И все, его нужно поставить, как все, не будь, не выделяйся, там, еще как-то. И Иисус говорит, что ученики хотели вот поставить, как все, потому что здесь же все тихо сидят, а ты кричишь там, да. Иисус говорит, ну, вот он искренний, он хочет сейчас проявить свои эмоции, поэтому вот те, кто искренние, вот те наследуют Царство Божие, а лицемеры нет. Мне кажется, здесь немножко еще о форме, да, то есть почему его не пускали, потому что была определенная, у них в том числе уже была какая-то определенная форма проведения вот этих вот... Встреч. Встреч, да, то есть Иисус в определенном месте, вокруг него определенные люди, как-то это все же организовано было, и поэтому здесь какие-то дети, сейчас тут что-то будут, как бы и так не положено вообще-то. Ну, вообще статус детей в то время. Да, и как бы тем более дети. Поэтому мне кажется, здесь в том числе и о форме, о том, что будьте проще просто. Мне нравится в Библии эта фраза постоянно, не считая женщин и детей. Да. Мне не очень нравится. Мы понимаем, как бы уровень детей, в общем-то ученики поступают, как и положено, то есть детей и женщин вообще не считают. я скажу грубо, это не то, что там как бы, ну, Илона, извини, конечно, но такое время было. Извиняю. Мы даже можем вспомнить еще времена наших прабабушек, может быть и бабушек, когда в семье рождается 15 детей, ну, и как бы ты не... кто выживет, кто выживет, потому что кормить особо нечем было, нужно было тяжело постоянно работать. Ну, выжил ребенок, слава Богу, не выжил, ну что, Бог дал, Бог взял, да, ну, а тем более тогда, в то время. Поэтому дети, это такой социальный уровень, когда на них никто особо внимания не обращает, а Иисус говорит, так, подождите, давайте пустите их ко мне. То есть он поднимает статус детей. С другой стороны же, детей обучали, ну, то есть они же тоже посещали храм, то есть они же тоже... Со скольки лет было? Наверное, с 12. С 12. Там 12 еще дожить надо было. Когда Никодим на крыше с Иисусом разговаривал, то Иисус ему сказал, что тебе нужно родиться снова. И это, как я для себя понимаю, вот есть процесс, да, вот мы когда были детьми, у нас с нуля начиналось, и вот нам сейчас там почти 70. Но фишка в чем, что ты когда рождаешься, то у тебя как бы таймер с нуля включается. И вот почему мне кажется важно, вот когда мы уже повзрослее, почему мы крестимся, для нас это очень важно, потому что мы теперь свой как бы новый путь начинаем с правильного, с правильным человеком. То есть мы сначала, мы надеялись на родителей, на то, что они нам все позаботятся о нас и нам все дадут. Теперь, когда мы взрослые, мы понимаем, что мы теперь должны все сами делать, а нам Иисус говорит, нет, я хочу, чтобы вы теперь опять этот ресторс сделали, как вы надеялись тогда на своих земных родителей, так я хочу, чтобы вы теперь начинали надеяться на, почему мы называем Бога своим отцом, потому что мы следуем, то есть он для нас все дает, то есть вот это крещение, как раз мне кажется, это нас, нам показывает, что вот, да, это путь, который мы начинаем сначала, и вот мы все время теперь дети Божие. То есть нам нужно все-таки духовно всем возвращаться в детство, да, в ту простоту веры, доверие небесному отцу, вот, без такой безапелляционную, если папа сказал, посиди здесь, значит, ты знаешь, что надо сидеть здесь, потому что это нужно для тебя. Сказал, что вот я за тобой вернусь, значит, я вернусь, да, и вот эта простота их веры, это то, что должно нам показывать. Я не знаю, насколько давно ты встречал таких маленьких детей, которым папа сказал сидеть, и они будут сидеть. Наблюдал за твоим сегодня. Не очень получается, но я верю во что? Я верю в то, что в детях, даже если они не слушаются, они всегда возвращаются обратно к своим родителям. То есть в этом мы похожи на детей, потому что если мы, мы взрослые, мы можем уйти, хлопнуть дверью и больше никогда не встретиться с этим человеком. Мы закроем для него дверь. Это даже могут быть родители, это, ну, взрослые, во взрослом возрасте, да. Для детей это не так. Они обидятся, это уже очень смешно, когда я что-нибудь не разрешаю своему ребёнку, он плачет, сердится на меня, но когда он плачет, он идёт ко мне, чтобы я его утешила. То есть я в один и тот же момент его враг и спаситель. Потому что я ему что-то не даю, но поплакать он только может у меня на руках, потому что больше никого нет. Вот. Мне кажется, вот это важно, что Христос говорит, будьте как дети. Несмотря ни на что, вы будете расти, вы будете делать ошибки, но возвращайтесь всегда ко мне, потому что я ваша опора, со мной вы будете возрастать. Я вас всегда подержу, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что чем старше мы становимся, опору мы ищем, подростки ищут уже опору в друзьях, дальше уже там новые семьи, всё так, да-да-да-да. Но когда мы дети, самая главная часть нашей жизни – это наши родители. Вот. И это, мне кажется, очень важно. Вот здесь, в этом моменте. Так значит ли это, что у нас не должно быть своего мнения, своего ответственности брать на себя? То есть у меня не будет Царства Божия, я не войду в Царство Божие, если я буду сам отвечать за свои действия? Потому что дети же не отвечают, они полагаются на родителей. Или эту часть мы просто не трогаем, и мы говорим, что дети имеются в виду искренние, и не лицемерные, и просто открытые, и вот такой, какой он есть, простой, вот такой он и войдёт в Царствие Божие. Не то, что он лукавит, где-то начинает хитрить, там начинает уже выгоду себе искать, в чём-то обманывать кого-то, вот он хочет к Иисусу, и он бежит к Иисусу, и он, пустите меня. Ему всё равно, да? Да, и он не смотрит на то, что тут какие-то статусные люди. Хочет он на сцену Илона, и он несёт туда на эту сцену. Хоть сто раз, скажи мне. Да. Я думаю, что вот это, потому что если сейчас начать думать, а что, какие дети, то нет. Ну, видишь, всё-таки это, мы же не можем, это же одна только иллюстрация. Это притча. Да, мы проходили, когда притч Иисус говорит, и вот этому подобно Царство Божие, и вот этому, и вот этому, а сейчас ещё он говорит, а теперь и с этой стороны посмотрите. Вот если вы не будете, как вот эти вот детки, то и вас там не будет. И это не значит, что в этом заключено, как бы всё учение о Царстве Божьем. Это ещё одна грань, на которую мы смотрим. Но я в детстве получал, скажу вам. Так что дети несут... Благословения, надеемся. Ты куда прорывался? Дети несут свою ответственность. Это я по личному опыту скажу. Сто процентов. Это не ответственность, это воспитание. Ага. Иисус не преподавал урокового воспитания. Он воспитывал здесь взрослых как раз таки. Ну, надо будет, и будет урок воспитания о детях. Ну что, идём к следующей истории, друзья мои. Конечно, брачный союз – это хорошо, дети в нём – это тоже неплохо, в общем-то, большое благословение. Но надо посмотреть ещё и на финансы, которые у нас есть в жизни. Значит, интересная история у нас с 17 по 31 текст. Когда Иисус отправился дальше, к нему подбежал один человек. Пал перед ним на колени и спросил, «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус, посмотрев на него, полюбил его и сказал, «Одного тебе не хватает. Пойди, продай всё, что у тебя есть, и раздай деньги бедным. И тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Иисус говорит, «Дети, – вновь сказал им Иисус, – как трудно войти в Царствие Божие, легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем войти богатому в Царство Божие». И отсюда у меня вопрос, неужели Царствие Божие наследуют только бедные? Там что, всё будет как при коммунизме? Раскулачат всех богатых и войдут только нищие и оборванные. Но там не написано, что не войдут, там написано, что тяжело войти, как я правильно понимаю, да? Тяжело богатому войти в Царствие Небесное. И я вот, если я могу первый высказаться, то когда я изучал этот вопрос, я для себя понял, что это не настоящая иголка, они говорят, что через иголку верблюд должен пройти. Это были ворота. В Израиле ворота, через какие очень тяжело было пройти верблюд. Почему? Потому что его полностью должны были раздеть, то есть снять весь груз, и он вставал на колени, и только как-то чуть-чуть там проходил через эти ворота, потом все назад заносили. То есть, что здесь имеется в виду? Это то, что ты должен быть готов все оставить заради Иисуса, чтобы пойти за ним. И вот здесь как раз проблема в этом молодом человеке не в том, что у него деньги были или богатство, или состояние, а в том, что он не мог это все оставить заради Иисуса. Вот как как раз проповедь была про Авраама сегодня, что Авраам был готов оставить своего любимого сына заради того спасителя, в которого он верил. Поэтому здесь как раз написано, что тяжело богачу оставить, потому что мы очень привязываемся к земному удобству. Мы как-то говорили об этом, о том, что определенные качества характера нужны для определенных действий. То есть, допустим, человек, который зарабатывает большие деньги, бизнесмен такого, да, высокого уровня, и для того, чтобы это сделать, тебе нужны определенные качества характера, которые в конечном итоге не очень хорошо сказываются в семье. Здесь это тоже можно применить, потому что для того, чтобы быть бизнесменом, когда мы говорим о больших деньгах, то это именно такой должен быть характер, в котором непреклонный, ты должен быть уверенным очень в себе, в своих мыслях, да, то есть там никто тебя не может поколебать. Ты должен быть очень умным, именно на интеллект, да, меньше на чувства, больше про разум. И все это не всегда срабатывает реально в пользу того, чтобы просто поверить. Вот здесь кротость как раз, да, момент кротости, вот баланс кротости очень... он стирается, он становится на задний фон, когда люди начинают бежать за деньгами, то они как будто забывают, как это остановиться и порадоваться жизнью, как дети, поиграться на улице. Тут как будто нить тянется за все эти три примера. Развод, дети и деньги. И во всех трех случаях Иисус обращает внимание, что если концентрироваться и думать только о себе, то не войдешь в царствие. Там человек думает о себе, а не о своей семье, а не о другом. Он не отдает, он не проявляет любовь. Не войдешь. Лицемер там, либо не такой доверчивый, как ребенок, сложно. Полагающийся на деньги, на свое состояние, на то, что я добился, я, мое, сложно. То есть, если я легкий человек, который на первом месте есть любовь Бога по отношению к другим, значит, этому человеку легче войти в царствие. А если у меня вся концентрация, все, что меня окружает, сконцентрировано только на получении себе, я как паразит, все только для себя. Значит, этому человеку очень сложно будет, потому что придется вот так раздеться, все, что у тебя есть, все скинуть, тогда у тебя есть шанс войти. Но если ты вот наоблепливался вот этих всех, то, что тебе приносит счастье и удовольствие, то пока ты это не будешь готов скинуть, значит, скорее всего, ты не войдешь. Здесь есть интересная грань в твоем размышлении, за то, что когда мы говорим о богатстве, мы можем говорить, так я не о себе забочусь, о своей семье, о детях, еще, но люди в это действительно верят, что мы в это не верим, что ли? То есть нам сложно это все оставить, нам сложно оставить заботу о себе, потому что она как бы связана с заботой о других, о наших ближних, мы говорим, в первую очередь послужи своей семье, ну вот я как бы и делаю это, служу своей семье. Он предложил, он сказал ему, иди раздай бедным, нуждающимся, иди за мной, а он не захотел. Да? Потому что, Инна, а мы бы захотели или нет? Так вот, да. Мне кажется, в Америке очень мало реально бедных людей, почему? Потому что, если у тебя есть хлеб или пища на завтра, у тебя она есть дома, то ты уже как бы считаешься богатым человеком, что я имею в виду? Потому что, когда есть молитва, да, Иисуса, дай нам сегодня наш насущный день. То есть, это реально, да, то есть, это реально нуждающиеся люди. И если у нас есть больше, чем это, то мы все богатые люди. И поэтому, мне кажется, вот эта как раз история касается всех нас здесь точно. То есть, все зависит от того, с кем мы себя сравниваем, да? Если мы сравним с Илоном Маском или с... Нам чуть-чуть далеко туда, да. с Биллом Гейтсом, то, в общем-то, нам сложно назвать себя богатыми. А если те критерии, о которых Денис говорит, что, в общем-то, ребят, ну, мы живем в такой стране, вот, нас здесь 300 миллионов, и во всем мире еще там, мы уже упоминали, там, миллиарды людей живут. У многих из них нет средств, даже чтобы дневное себе пропитание купить, нет одежды, нет где укрыться, да, негде переночевать там, и так далее, и тому подобное. То, естественно, мы просто об этом забываем, но мы очень богатые люди. Но разве нам Иисус говорит сегодня, эй, оставь вот это, а раздай все нищим, вот, а как же, как же мы будем жертвовать церковь, как же мы будем миссионерскую работу осуществлять. О чем эта притча на самом деле? Вы знаете, ну, вернее, притча, вот эта история. Я вот думаю, сидел, пока вас слушал, у меня такая мысль в голову пришла. Ну, Иисус знал, о чем просить. Ведь он не каждого просил оставить богатство. Иисус понимал, что у этого человека, несмотря на то, что он читает Писание и соблюдает все заповеди, есть другой, есть какой-то Бог, которого он любит больше, чем его. И этим Богом оказалось богатство. То есть, он не захотел поменять богатство на Иисуса Христа. Я даже не уверен, что ему нужно, что Иисус хотел, чтобы он реально продал это все и раздал. Возможно, это было бы, как в истории с Авраамом. Аврааму достаточно было верой принести в жертву. Так и этому человеку. Если бы он сказал Иисусу, хорошо, Господи, я хочу, я пойду, пошел уже собраться, делать Бог, Иисус мог бы ему сказать, слушай, все, я вижу, что внутри у тебя нет к этому привязанности, и ты готов с этим богатством расстаться ради меня. Вот же был же Закхей. Да? Который в реальности это все сделал, хотя у него и не просили. Да, он пошел и раздал. То есть, здесь была именно точечная работа Иисуса Христа. Он с каждым же работал, да? То есть, кому-то исцеление, да? Кому-то прощение грехов, исцеление. То есть, разные совсем вещи были. И здесь то же самое. Он на него посмотрел с любовью и искренне сказал, знаешь, я вижу твою проблему, тебе нужно поработать с этим. Я наверняка, я думаю, что у него была не только эта проблема, то есть, в чем-то еще были какие-то вещи. Но он понял, что корень всех бед в его случае именно этот. То есть, там же было очень много богатых людей, да, с которыми потом и апостолы встречались, где-нибудь. Вот, и не было такого, что вот... Мне просто не хочется, чтобы складывалось вот это вот. Иногда мне приходится слышать... Евангелие бедности. Евангелие бедности, да, вы понимаете, что вот если бедный человек, ну вот он, он вот возле Бога обязательно. А если человек богатый, то он далеко вот, значит, ну... То это оправдание. Скорее всего. Вот эти коммунистические идеи. Это даже не коммунистические, это возвращение к каким-то основам, наверное, ну, как бы католицизма, то есть вот как бы туда, дальше, то есть еще лучше, монашество, то есть вот туда, то есть когда люди отказывались в обычных житейских вещах для того, чтобы быть ближе к Богу. Там так было, а теперь на наш пример. Сейчас вот эти проповеди или такие высказывания... Призывы. Призы. Может, даже если так, то это еще хуже. Сори. Но это оправдание, почему люди неуспешные. То есть я неуспешный, потому что я верующий. Нет, потому что ты неуспешный. У тебя не получилось. То есть надо прикрываться Христом, да? Да, не надо говорить, а, все верующие, потому что мы вот такие. Это оправдание. Тут не об этом. Тут имеется в виду, что твое состояние в приоритете выше Бога. Ты, тот же человек, если на таком контрасте, как я сейчас говорю, у человека может быть ничего не может, ничего нет, кроме какой-то вещи, которой он добился. И он эту вещь не отдаст. И он считает, что он богатый из-за этой одной вещи. То такой человек, я тоже думаю, не войдет. Потому что у него вот, он на самом деле бедный, но у него там айфон. Ну, ничего нет, но один айфон. И он за него так держится. Все. Иисус ему скажет, смотри, у тебя одна вещь, отдай свой айфон. Так он не отдаст. Потому что он у него в приоритете выше, чем Бог. У него нет любви. Это на семье. Такой же пример. Мы любим друг друга, мы семья, но у меня первое там может быть работа, хобби и так дальше. И когда останется время, я уделяю своей жене. Так она скажет, смотри, дай мне приоритет. Если ты любишь меня, я у тебя на первом месте. Должна быть. И человек, который любит, он должен понимать, что я люблю человека, поэтому тот человек у меня на первом месте, а дальше уже все остальное. Так же и с Богом. У меня Бог на первом месте, и дальше уже все остальное. Семья, финансы, хобби, мои развлечения и так дальше. Поняли? Так что тут вообще не про богатство. Это все вот такие призывы, они очень приземленные. Я говорю, в большинстве случаев как будто слышится, что вот, ну мы такие, потому что вот нас Бог призывает. Видите, нам так легко будет в царстве войти. Мне кажется, что нет, сори. Мы уже сказали, мы уже вспоминали о жертве, когда Авраам, Авраам же, должен был принести. Авраам был тоже небедным человеком. Правда же? Ну да. Сильно богатым был. Да. Но Бог не просит его раздай все богатство и иди кочевать дальше со своей семьей. Здесь совсем вообще другой подход, вообще не о деньгах. То есть не в количестве ныней, а приоритетах. А приоритетах. Кто у нас на первом месте. И у каждого этим богатством может быть все, что угодно. Ту вещь, которую сложно оставить ради следования за Христом. Но все равно мы должны понимать, что есть категории, которые под ударом. Он здесь не просто говорит о богатых, он говорит об этой категории. Это не значит, что богатство само по себе плохо или что все богатые не войдут. Но обратить на себя внимание. Стоит ли что-то выше приоритета. Да, то есть вот у меня есть вот это. Возможно, это не деньги, но вот здесь в этом случае он говорит о богатых людях. Посмотрите на себя. Вам легче будет войти или тяжелее войти? Посмотрите на себя честно, потому что вы под ударом, вам непросто. Ну, мы сейчас тоже говорим ради Христа, ради Христа. Иисус конкретно дал инструмент, что делать? Инструкции. Продай и сделай добро другим. Вот что он говорит. Он говорит, что ты концентрируешь это свое богатство на себя, а в Царстве Божье это не на себя, а на других. Вот сконцентрируй твои усилия и все, что у тебя есть, все твои ресурсы на других людей, и тогда ты получаешь Царствие Божье уже сейчас внутри. Все, тебе остается думать за других. Вот тут да, как раз про ресурсы, про то, что у нас есть. Это могут быть деньги, это могут быть разные ресурсы, которые у нас есть. Да, и тут в разговор вмешивается Петр и говорит Иисусу, а мы, мы же оставили все и вслед за тобой пошли. Хороший вопрос задает Петр, да? Конечно. Вот мне нравится этот мужчина. Огонь. Он говорит, господи, ну а что там Петр оставил? Вот мне так интересно, что у него там было? Сетку. Лодку. Чезу. Мы же с вами говорили, что это было, скорее всего, в аренде еще даже у сынов, у Завидея, да? Тещу оставил. Тещу оставил. По своему мечту оставил, наверное. Жена у него была, мы знаем, да? Ну, мы понимаем, что он ее оставил там не навсегда, да, на время там оставил. И вот как им Иисус отвечает? Иисус говорит, поверьте мне, ответил Иисус, нет никого, кто оставил ради меня и благой вести дом, братьев, сестер, мать или отца, детей или поля. Вообще про деньги даже речь не идет, да? Какие-то более важные вещи. Не получил бы во сто крат больше в это время домов, братьев, сестер, матерей, детей и полей. Хотя и гонения тоже. А в веке грядущем жизнь вечную. Как Иисус подытоживает? Что это значит? Все-таки мы вроде и оставляем, но и приобретаем? Опять же, видите, чтобы мы в крайнест не падали и не сильно радовались, когда нам будут говорить, вот видите, вы ради Христа оставите все, вам еще будет в сто крат. То есть, ага, это опять же оправдание. Надо будет куда-то уйти, отдать, вот я отдаю, чтобы мне потом сто кратно вернулось. Но тут же опять про приоритет, мне кажется, отдать кому? Не просто отдать Богу. Ради меня Иисус говорит, а как это понять? Ради... Нет, он говорит, что оставили ради меня и благой вести. Да, ну а как это понять? Ради Христа оставили, это что? Ну как, Назар, вот ты сидишь у себя сейчас в коттедже своем, уютно тебе, там хорошо, Тесла стоит возле этого, Господь тебе говорит, Назарик, оставляй, отправляйся миссионерам в Африку или вот на какие-то острова там, где одни туземцы и проповедуй там. Это ж крайности. Почему крайности? Ну это не так, я это не так вообще понимаю, я понимаю, что вот все, что у тебя есть, у тебя есть дом, у тебя есть достаток, и если ты вот этот достаток, все свои умственные усилия направишь на проповедь, имеется в виду какую проповедь, на любовь другим людям, если я не держась за свои эти ресурсы, готов отдавать эти ресурсы для того, чтобы приносить счастье другим людям, мне воздастся в стократно. Я вот это так перевожу, это на свой язык. Хорошо. А кто же тогда отправится в дальние страны? Кто будет подобно апостолам? Ну я таким же могу быть, то есть я могу эти ресурсы направить на окружающих меня, могу направить на Африку, на другие страны, то есть да, я могу стать миссионером, а могу и... Спонсором миссионеров. Если я могу по-другому использовать свои эти ресурсы, по-разному, кто там, ну, например, я не проповедник, я не могу проповедовать, то я могу, ну, у меня фантазии есть, мне Бог дает мудрость, я буду эти ресурсы, оставляя свои ресурсы для блага себя, здесь же описывается свой, дом, братьев, сестер, отца, то есть мне, как бы в моей голове, картинка благоустройства, и если я ради других людей готов оставить свое благоустройство, в стократно воздастся. Так это... Это неоправдание. Хорошее вложение, да? А в конце еще и жизнь вечная. Вот, это и совсем не классно, если под эти стихи подстраивать идею, мы все должны сейчас массово все свое отдавать, продавать, потому что бедным легче, и вот все свои ресурсы отдать на проповедь, там, в церковь дали, и пусть они проповедуют. Я все свое отдал, вообще не так понимаю эти тексты. Вот я вот про себя скажу, бедность, мне кажется, наоборот. Номер один, почему люди разводятся, ну, хотя бы в Америке, это из-за денег, финансов, потому что их не хватает. Про себя скажу, когда у меня было на аккаунте 200 долларов, а у меня машина сломалась на 500, проблемы и переживания были очень большие. Но если у тебя, ты правильно финансами разбираешься, у тебя, например, там emergency есть, да, если машина нечаянно сломалась, у тебя там, например, 500 долларов есть как раз, чтобы поремонтировать ее. Но ты как бы и спишь спокойнее, и Библию читать намного легче, потому что ты не переживаешь, как мне перекрыть этот ремонт, или эту проблему, которая сейчас появилась. А ты понимаешь, окей, боже, да, так произошло, давай я это, своего бюджета как бы выделю, но я буду дальше как бы идти, и жизнью показывать тебя в окружении своем. То есть, мне кажется, здесь не проблема в том, чтобы иметь деньги, а даже проблема в том, как ты ими распоряжаешься. Слушаю Назара и думаю, как хорошо, что Петр не был Назаром. А то Петр остался бы в своей деревне со своей женой, с тещей, в своем доме. Думаю, зачем мне куда идти, господи? Да я здесь буду служить, там и все остальное. А вы помните, что многие... Я же не так сказал. А вы говорили с вами, что кто-то, понимаете? Мы опять подходим к чему? Что одним нужно оставить и пойти. Ребята, если бы они реально... Петр же не зря спрашивает. Он же не виртуально что-то оставил. Он реально... Мы помните, говорили об этом, о призвании учеников. Они реальные вещи оставили. Они положили свою репутацию, все традиции, все как бы свое социальное положение и пошли за Иисусом. И только лишь в 8 главе они до конца поняли, ну как, впервые поняли, что он Мессия. И они поэтому говорят, господи, а как же, вот что мы оставили? И мы знаем, что если бы не апостолы, которые проповедовали, многие другие, которые последовали за ними, оставили все и отправились в дальние страны и все остальное, то христианство не было бы так распространено. Но при этом в поддержку Назара мы читали, что вообще-то мама Марка была богатой женщиной, да? И она где? Она никуда не пошла. Она осталась в Иерусалиме. И как Назар говорил, она служила своим домом. В ее доме собирались ученики, собирались другие люди. То бишь, Бог каждому дает свой призыв. Да даже не так. То есть, если он учеников, он выбирал. Он говорил, ты пойдем за мной. А кому-то он говорил, Боже, мы хотим за тобой идти. Я говорю, иди домой. Молчи. Да? Или там рассказывай. Да, с нами не иди. То есть, помните, он исцелел, по-моему, одержимого духом. Да, да. Исцелил. В стране Газдаринской. Да, и он хотел с ними идти. Он говорит, нет, оставайся здесь. То есть, у каждого свой призыв. Есть люди, которые будут, то, о чем мы говорили в самом первом, на самой первой теме, о том, что кому-то было суждено пройти весь этот путь, кому-то суждено было быть Петром, Павлом, кому-то было суждено быть Марком, а кому-то было суждено быть Тавифой. То есть, у каждого из них была своя миссия, которую Бог дал им. То есть, по талантам, по возможностям, и по возможностям в том числе, и характера, и, то есть, не все могут пойти, поехать в Африку проповедовать. Да и не всем надо. Вы перекрутили чуть-чуть, либо я неправильно высказался. Назар, защищайся, защищайся. вы, надо тянуть нить. Нить от молодого человека, который не хотел оставить, и переводится эта нить на учеников, которые оставили. Раз мы там понимаем, что мы говорим про приоритет, и тут понимаем про приоритет, Иисус так и отвечает. Вот, оставишь все и выберешь меня в приоритет, то получишь в сто раз больше. Это как ответ на ту же историю. Он же спрашивает, Петр, что? Мы же оставили. И он говорит, так вот и получите. Я у вас в приоритете. Служение другим людям, моя весть, которую я учу, у вас на первом месте, вот и тот, кто так будет делать, как и вы, в сто раз все получите. И царствие Божие получите, и в сто раз я вас награжу. Понимаете? Я теперь как бы чуть-чуть объяснил свои слова. Я не говорил сидеть дома, ничего не делать. Я говорил направлять свои ресурсы на служение другим, на проповедь, на царствие, внесение вот это царствие в другую жизнь. В случае с ними он говорит, что вы сделали правильный выбор, но у них сложилась судьба непросто. Они не обогатились, они не обжились полями, о которых здесь говорится, да? Да. У них не стало там жены, дети, еще что-то. У них был свой путь, они были первыми учениками, и именно их выбрал Иисус для этой миссии. Но он говорит это, в том числе эти слова записаны и для нас. То есть он их поддержал, он сказал, для вас вот, возможно, у них и не будет домов, матерей, полей, все такое, но для вас вечная жизнь. Для нас мы, может быть, в другой ситуации. Нам, возможно, будет суждено умереть за Христа, может быть, нет. Мы не знаем. Но, возможно, у нас и будут от нашего служения, от того, что мы будем отдавать, у нас будет умножаться все, что у нас есть, потому что мы служим. Но мы все знаем, что в конечном итоге мы получим высшую награду, вне зависимости от того, что будет вот здесь. Ну, вы же видите, что здесь они, ученики, опять про приземленные спрашивают. Мы в предыдущем уроке говорили, они не понимали, что такое Царствие Божие. Они ожидали быть власть имеющие, богатые, заряженные по-нашему люди, которые хорошо всеми руководят. И тут, там про власть спрашивали, тут сейчас про деньги, финансовые спрашивают, потому что они вот, как бы, все еще размышляют на приземленном уровне. А Иисус им отвечает уже выше. Он говорит, что приоритет идти со мной, это не власть, не деньги, и не приоритет там. Вы получите все свои вот эти бенефиты уже в вечности, когда я все-таки стану царем, уже полноценным царем. Я пока еще на пути. Вы пока воспринимаете меня как мессию. Но вот когда грех будет уничтожен, стану царем, вот тогда вы получите все, что, о чем вы мечтаете. Но вы пока мечтаете вот это об этом, земном. Не о том думайте. Мелко пока. Бог очень хочет, чтобы каждый из нас понял, в чем наше предназначение. Кому нужно пойти до края земли, кому нужно остаться там, где он находится. Вот. И поэтому важно, когда звучат призывы разного рода к служению и так далее, и тому подобное, чтобы мы, слушая этот призыв, лично спрашивали у Бога, Господи, а в чем мое предназначение? Да? Какой у меня есть ресурс? Где я могу себе лучше всего пригодиться? Не то, что я поддался эмоциям, каким-то чувствам, все продал, уехал в глубокую деревню и там вот где-то нахожусь и пытаюсь там что-то делать. А может Бог меня наоборот пригласил в мегаполис, потому что у меня есть дары и способности, чтобы проповедовать среди людей, власть имущих, богатых людей. И он меня ставит на такие позиции, используя мои таланты, образования, чтобы я как бы возрастал во всем этом и мог проповедовать тем людям, куда даже обычный проповедник не может добраться. Вот это очень важно, чтобы каждый из нас нашел себя в этом. И тогда Господь скажет, да, ты ради меня много чего оставил, не переживай, я обязательно тебя благословлю, и Царствие Небесное будет. То есть направление своих ресурсов, где я буду максимально эффективный для служения другим. Дорогие наши слушатели, мне очень хотелось бы, чтобы вы также поразмышляли над этим вопросом, оставили нам комментарии, как вы поняли, к какому служению вы были призваны, что Бог попросил вас оставить, и куда вы отправились, скажем, где ваш край земли. Нам очень важны будут эти ответы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Ну, а мы будем продолжать, ребят. У нас еще, значит, две больших истории, скажем так, одна из них записана в Марка 8 главе с 22 по 25, прочтите, а вторая в 10 главе с 45 по 52. Я хочу, чтобы мы поразмышляли, что вас поражает в этих историях об исцелении слепых. Пришли они в Ифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взял слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его, ты видишь что-нибудь? Взглянул, слепой сказал, вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят. Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами, ты даже в селение не заходи. Они пришли в Иерихон. Позже, когда Иисус выходил из города вместе с учениками и большой толпой, у дороги сидел слепой нищий Вартимей. Услышав, что мимо проходит Иисус из Назарета, он стал кричать, Иисус, сын Давидов, сжалься надо мной. Многие говорили ему, чтобы он замолчал, но Вартимей кричал еще громче, сын Давидов, сжалься надо мной. Иисус остановился и велел позвать его. Смелей, сказали тогда слепому. Поднимайся, он зовет тебя. Вартимей сбросил с себя плащ, вскочил и подошел к Иисусу. Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? спросил Иисус. Рабуни, я хочу видеть, ответил он. Иди, сказал ему Иисус, твоя вера исцелила тебя. Слепой сразу же обрел зрение и пошел по дороге за Иисусом. Итак, смотрите, друзья, я специально этот вопрос оставил напоследок, потому что, в общем-то, весь этот большой блок, который мы изучаем сегодня, изучали с вами на прошлом уроке, он начинается с одной истории об исцелении слепого и заканчивается этот блок второй историей об исцелении слепого. А вот между этими двумя исцелениями помещены все те истории, которые мы с вами читали и так много над ними размышляли. По сути, мне кажется, что этим Марк хочет что-то сказать. Иисус хотел бы нам что-то сказать. То есть, есть две истории об исцелении слепого, слепых, и они совершенно, ну, они очень разные. Обратите внимание на эти детали, да? А между ними вот это вот все наполнение. Зачем? Зачем эти истории? О чем они говорят? Чем они похожи? Чем они отличаются? Может быть, что люди не видят, что они не понимают, как эти слепые, они думают, вот, они видят что-то, то, что не важно, и то, что не основное. И фокусируются на вот этом не основном. И как будто обращают внимание на что, смотрите, давайте, прозревайте уже. Вам нужно прозреть, увидеть настоящее царство Божье. Да, очень хорошая мысль, Назар. Ну, и то, что в первой истории интересно то, что это, наверное, единственная история, где понадобилось двухэтапное исцеление. То есть не просто и сказал, там вообще такая история, он его вывел исцеление, сначала приложил руки, сказал, видишь? Он такой, ну, так, чуть-чуть. Говорит, ну, давай еще раз. Вот. Еще раз приложил, тогда уже точно видел. То есть интересно очень исцеление первое было, второе уже обычное. Даже ничего не прикасался, просто сказал. Ну, там в первом мы понимаем, почему, для того, чтобы вера укрепилась у слепого, потому что, как первый раз он сделал, тот как бы верил, но когда он увидел, что он хотя бы что-то верит, ты же видишь, что что-то работает. Еще больше укрепилась вера. Давай продолжай, я сейчас точно стану. Вот это исцеление очень похоже, в принципе, на историю его служения и взаимодействия с людьми, с учениками, да, о том, что они тоже постепенно что-то видели, постепенно что-то узнавали, такие, ого, ого, ничего себе, а потом, ого, да тут цвета появились, оказывается, какие-то. То есть, какой-то процесс, процесс происходил, но в конечном итоге все равно результат один и тот же. Иисус не для того это все делает, чтобы получить исцеление, сложно. Надо просить его, куда-то еще уходить. Ну да, один просит, а другой вообще не просит. Да, не из-за этого, а из-за того, чтобы проявилась вера. И эта вера, это как раз источник вот этой получения Божьей любви. Чем больше я проявляю свою веру, тем легче, легче, или просто я получаю от Бога вот эти бенефиты, я получаю спасение, я получаю исцеление, я получаю достатки, все вот это. Это все приходит, чем больше моя вера. Интересные мысли, да? Как эти истории об двух, значит, слепых, Иисус потом показывает между этими историями через Марка, насколько разный подход он использует к разным людям. и насколько каждый прозревает по-своему. Эта мысль, которую Илона отметила, да? Этому нужно было и прикоснуться. И Иисус ведет его, понимаете? То есть, сколько времени Иисус на него тратит. В конце концов, он его исцеляет, да? А кто-то, как в Артемии, он кричит, привлекает к себе внимание, Боже, мне нужно, сделай мне, дай, что ты хочешь? Хочу исцелиться, да? То есть, он прямо называет. А того первого, написано, что его привели вообще к Иисусу, да? То есть, что не он там какую-то инициативу провел. И вот между вот этими двумя историями мы видим, как Бог с каждым работает индивидуально. И то, что слепота у всех разная. Да. По сути, то есть, да, они были слепы, то есть, вот в этих историях. Но то, что вот между ними, да, вот эта история духовной слепоты, о том, о чем спрашивали, на чем спотыкались, какие были вопросы. Слепота была у всех разная. Да, они видели глазами, но каждый на своем каком-то вопросе, то есть, ученики спотыкались постоянно, на чем-то таком, на своих бонусах, да, то есть, пытались все. То есть, они из раза в раз, им Христос просто столько раз уже сказал, а они все равно, все равно пытаются что-то разузнать. То есть, для других людей это были вопрос денег, для третьих это был вопрос, ну, для фарисеев вообще, у них в принципе было много вопросов. Вопрос религиозного соответствия, да. Да, да, да. То есть, он пытался показать то, что вот эта слепота, слепота, которая есть, она, каждый нуждается в этом исцелении Христа, чтобы увидеть. В общем-то, и Бог до сегодняшнего дня продолжает нам говорить о том, что, в общем-то, не столько страшна физическая слепота, сколько духовная слепота. Физическую ему было намного легче исцелить. то есть, он сказал, и её не стало. А ученикам говорит, 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 а они всё равно не прозревают. он говорит, там, фарисеям, он говорит, он говорит разным людям, разным категориям, да, он не может это так исцелить, просто взять и сделать, потому что это не в его власти взять и изменить человека, его, ну, то есть, то, кто он есть, потому что человек это выбирает, то, о чём Назар постоянно говорит, о том, что это во власти человека говорить да-да, нет-нет. Да, это выбор человека. И Христу намного сложнее это изменить, намного сложнее повлиять на это, чем просто, допустим, исцелить для него оказалось намного легче. Как определить, есть вера или нет? Сложно же понять. Иисус-то хорошо он видит, а как нам понять, верю я или не верю? Вот тут пример параллель с исцелениями двух слепых, там почему я говорю, что мне кажется здесь в момент веры, там он укреплял веру в два шага показывал, а тут в Артемей он прям верит, он называет Христа Мессией, сын Давидов, это же значит, что он Мессия. Да, это мессианский титул. Да. И значит, он конкретно верит, что тут без проблем, он признает Иисуса, Иисус просто понимая, что ага, тут вера, так как он это все понимает, и он по-разному как раз и подходит, так как Саша сказал, все индивидуально, потому что он проявлял отношения индивидуально к каждому человеку по-разному, так как ему это надо. Нету какой-то универсальной формулы, что вот Иисус так сделал, все, мы вот так делаем. Универсальная формула в том, что каждому надо индивидуально быть. Вот так интересно, насколько важное зрение вообще для человека. Вот я сейчас сидел и думал, ну, например, нога не работает, но ты видишь, все равно ты что-то можешь делать, окей, рука не работает, окей, ты не можешь все делать, но ты все равно видишь, ты понимаешь, ты можешь размышлять, какие-то идеи в голову приходят, но если человек не видит, он, ну, это очень страшно, ты живешь все время в темноте. Да, если кто-то может и не видел с детства, он как бы не знает, какая разница там, видеть и не видеть, но если ты видел и ты вот стал слепым, мы тоже это в Библии находим, вот это реально ты понимаешь, что у тебя было и что у тебя как бы забрали. И мне кажется, здесь тоже очень важный момент, который Иисус хочет показать, что вы как бы не понимаете, вот я даже спрашивал про земную выгоду, да, что мы все хотим получить какие-то бонусы, как-то Илона сказала, но Иисус говорит, вот я бы хотел вам показать вот эту гору преображения, но еще не время пришло, да, и вот он как раз хочет фокус это показать, что проблема не в том, что вы как бы не в том, что вы слепые физически, проблема в том, что вы слепы духовно, и я вот как раз пришел здесь вам показать, что то, что вас ждет потом, намного круче всего, что оно здесь есть. Очень интересная мысль, к Денису вот просто добавлю, да, наверное, просто еще одну краску, это то, что они вот ищут какие-то свои, да, выгоды, бонусы, еще что-то. Может быть, Христос им хочет сказать, что зрение само по себе уже этот бонус. Вот это духовное зрение, видеть эту жизнь так, как Бог задумал, чтобы мы ее видели, то есть вот это духовное зрение, это уже есть бонус, то есть вы увидите этот мир моими глазами, вы увидите тех людей, которые нуждаются, с другой стороны, вы увидите жизнь вечную, то есть само по себе, вот то, что ты сказала, да, что зрение, те, кто потеряли, те, кто, ну, кто был со зрением, потерял, они действительно знают эту ценность. Они, к сожалению, так как жили, да, в такой, в духовной, с духовным отсутствием зрения, да, они не знали этого, но он говорит, ребята, иметь духовное зрение, это очень круто. Интересно, что же Иисус хотел, чтобы они увидели? Я обратил внимание, что с 8 по 10 главу Иисус три раза им повторяет одну и ту же мысль. Первый раз, только Петр признал, что он мессия, Иисус говорит, ну, вообще-то нужно будет пострадать и все остальное. Петр говорит, не, не, подожди, этого не будет. Иисус говорит, ты сатана, отойди от меня. Значит, затем в следующей главе, в 9 главе, мы читаем с 30 текста, Иисус вновь им говорит, что мессину человеческий будет предан в руки людей, они его убьют, ему нужно будет пострадать, и он воскресен. 32 текст написано, но они не поняли того, что он сказал, а спросить боялись. Десятая глава, как раз таки, перед тем, как Иисус будет исцелять в Артемее, вновь написано, что Иисус уже третий раз, значит, по дороге в Иерусалим, он рассказывал им о страстях и о том, что ему необходимо будет пережить, и все это заканчивается тем, что Иаков и Иоанн просят сесть по правую и по левую сторону. И потом уже это чудо об исцелении слепого. То есть Иисус трижды их внимание обращает и говорит, слушайте, смотрите, я Мессия, и путь у меня такой. Такое ощущение, что у них проблема не с глазами, а с ушами. А он везде там так и есть, у кого есть уши, пусть слышит, у кого есть разум, пусть слышит. Слушайте и увидите. Как бы. Да, Иисус показывает, смотрите, мне легче было исцелить этих слепых, которые физически слепы. Вы видите, выходите рядом со мной. Пророки мечтали, чтобы побыть, понимаете? Вот, то тот же Моисей и Илья, которые уже, скажем так, с небес спустились на гору преображения, они мечтали о том части, чтобы увидеть Бога, воплотившегося на земле, да? Вот, ходить рядом с ним, они не были удостовлены этой чести. Выходите, столько чудес, и мы сколько уже с вами говорили, какие чудеса, и море повинуются, и бесы, и исцеляются, и все остальное, а все равно смотрят и не видят. Это очень хороший урок для нас, друзья мои. Вы знаете, мы тоже ходим, мы изучаем, мы многое читаем, может быть, участвуем, где-то что-то делаем, но мы можем за всем этим не видеть Бога, не видеть, не видеть того, что Он хочет нам сказать. Поэтому надо быть внимательными, постоянно задавать себе вопросы. То ли я вижу, что Бог хотел бы, чтобы я видел? То ли я на самом деле вижу? И от ответа на этот вопрос зависит наша вечность. Потому что, если мы не то видим, то у нас, если у нас перед нами не тот образ Бога, какой он является на самом деле, то вообще кому-то мы поклоняемся, кому мы служим, что мы делаем? Это ключевые вопросы. Потому что там же не только ученики не видели, там многие другие не видели, и в конце концов, к сожалению, они так и останутся на своей стороне, со своим зрением, со своей правотой, да, со своими правилами и традициями. Пусть Господь нас благословит, как хочется пережить это духовное прозрение. Дорогие друзья, я надеюсь, вы также задаете себе постоянно этот вопрос, вы ищете у Бога возможности видеть не только физически, но и духовно, чтобы наши духовные глаза могли рассмотреть Иисуса таковым, каким он есть, каким он хотел бы нам представиться. Пожалуйста, оставляйте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей могло получить духовное прозрение. Давайте мы помолимся вместе. Господь, спасибо тебе за эти замечательные истории, за этот длинный путь твоего терпения, любви, особого подхода к каждому человеку. Мы видим, как кротко, как со смирением ты пытаешься открывать ученикам свои истины. И как порой непросто бывает нам людям за своими представлениями, образами, фантазиями, идеями рассмотреть то, что ты хотел бы нам сказать на самом деле. Пожалуйста, избавь каждого из нас от духовной слепоты. Помоги нам видеть ясно, видеть тебя и в конце концов дожить до того дня, когда мы увидим тебя грядущего на облаках небесных. Мы просим тебя, будь прославлен за все, Отец, Сын и Святой Дух, ибо ты этого достоин. Аминь. Аминь.